Дорогие дамы и господа, уважаемые журналисты, добро пожаловать в МИД. Вы знаете, с официальным визитом в Азербайджане, Сергей Викторович Лавров, миссионер основного дела Российской Федерации. У нас вообще есть хорошая традиция. Каждый год видится, как бы формально, в прошлом году я был в Москве, в этом году Сергей Викторович приехал в Баку. Ну, естественно, наша главная задача, как группа министров иностранных дел, выполнять те поручения, которые нам даны нашими руководителями. Вы знаете, в прошлом году Владимир Владимирович Путин был в социальном визитном в Азербайджане. И в целом я вам хочу отметить, что взаимоотношения между Азербайджаном и Россией в ступеникно-стратегический характер. Все мы соседи, исходя из этого, естественно, выстраиваем свою политику в отношении друг друга в рамках доброго соседства. С экономической точки зрения товарооборот у нас, хоть и не удовлетворяет, но растет в постоянных цифрах. В прошлом году это было на уровне 2,5 миллиарда, в этом году, я думаю, будет и перейдет эту цифру и выйдет даже за пределы трех. Интересы очень большие. Мы сейчас обсуждали в двустороннем формате и в более широком формате, что необходимо нам сделать для того, чтобы еще больше углубить и усилить наше сотрудничество. Ну, естественно, не могли обойти стороной вопрос урегулирования армяно-азербайджанского и наконно-карабахского конфликта. Российская Федерация является одним из сопредседателей Минской группы и приводит усилия для того, чтобы, как выразились президенты трех стран с сопредседателями, преодолеть существующий ныне статус-клоп, который все три страны обозначили как неприемлемый. И в этом контексте, конечно, сегодня мы обсуждали в целом, какие шаги предпринимать, предпринять, для того, чтобы сдвинуть с международной точки существующие ныне положения. Могу сказать, что мы также обсудили и коммунитарную составляющую, и парламентскую дипломатию. У нас вообще на этой неделе большой десант российских руководителей будет в Азербайджане. Приезжает лице-премьер Рогозин, к концу месяца приезжает Сергей Евгеньевич Нарышкин для участия вроде бы в парламентской областной ОБСЕ. Но в целом мы считаем, что парламентская дипломатия тоже является очень важным. Спикер Азербайджана находился в Москве с визитом. В целом рассматриваем, что взаимоотношение между Азербайджаном и Россией идет по положительной составляющей и, естественно, с наращиванием двустороннего сотрудничества. Да, кстати, мы обсудили, естественно, не только двустороннее, но и сотрудничество между нашими странами, не только министерствами и иностранных дел. Все в региональном масштабе, вы знаете, какие процессы идут сейчас на Ближнем Востоке, в Украине. Сергей Петрович проинформирует о позиции Российской Федерации в отношении развития событий на Украине. В целом я могу сказать, что все было в духе доброго и позитивного ключа. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, мы провели очень полезные переговоры с Министом Азербайджана. К сторонам наш стратегический партнер. Отношения мы развиваем на основе принципов дружбы, добрососедства, равноправия, взаимной выгоды. Эти принципы складывались веками и мы должны их преумножать и передавать грядущим поколениям. Наше сотрудничество интенсивно развивается не только в двустороннем формате, но и по различным двусторонним направлениям, включая проблемы стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Как сказал Иван Магеранович, в основе нашей работы лежат те договоренности, которые были достигнуты в ходе визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджан в 2016-го года. За прошедший период самый интенсивный обмен делегациями происходит и в июне. Только в этом месяце целая серия мероприятий с участием российских представителей и исполнительной власти, и законодательной власти планируется в проведении в Азербайджане. Встречный поток делегаций направляется и в Россию. В ближайшее время состоится международный форум, региональный, прошу прощения, российско-азербайджанский региональный форум в Габале, для участия в котором пребывают более двухсот представителей 25 субъектов Российской Федерации. А на октябрь запланирован уже международный гуманитарный форум, бакинский международный гуманитарный форум, который проводит спор патронатом президента двух двух стран, и мы с удовлетворением отметили, что подготовка идет полным ходом. У нас регулярный диалог по региональным и международным проблемам. Касались мы ситуации в Карабанском регулировании. Мы приветствовали состоявшую с осенью прошлого года очередную встречу президента оформления Азербайджана в Вене и отметили усилия соцпредседателя Минского ВСЕ по продвижению в деле оформления тех пониманий, которые были президентами достигнуты. Исходим из того, что чем скорее мы согласуем последовательность практических шагов, которые позволят разрядить обстановку и перейти уже к устойчивому регулированию, тем будет лучше и для Армении, и для Азербайджана, и для всего нашего Павказского региона. Конечно же, мы затронули ситуацию на Украине. Там происходят трагические события, гибнут мирные люди. Ваши коллеги-журналисты страдают, оказываясь в зоне боевых действий. Как это произошло вчера с двумя корреспондентами телеканала «Россия», мы подтверждаем наше соболезнование и солидарность с тем, кто работает в зоне боевых действий. И считаем, что это лишний сигнал в пользу того, чтобы немедленно прекратить огонь и приступить к разрядке обстановки или к эскалации ситуации, к переговорам на основе тех предложений, которые содержатся в Женевском заявлении от 17 апреля и в дорожной карте действующего председателя РБССИ. Мы обменялись мнениями на ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ираке и вокруг этих стран, потому что, во-первых, мы находимся достаточно близко от этого тревожного региона, а во-вторых, там сейчас подниму голову международный терроризм, и те, кто пополняет его боевые дружины, они не успокоятся на том, чтобы только там свои вредные планы продвигать. Это угроза для всех, и для России, и для Европы, и для Европы. И поэтому это наша общая задача, мы договорились активизировать контакты по всем направлениям с целью антитеррористического сотрудничества. Рассмотрели проблематику сотрудничества на Каспии в контексте подготовки 4-го Каспийского садмита, который запланирован на конец сентября в Астрахани, обсудили ход подготовки итоговых документов этого важного мероприятия. Мы, безусловно, договорились расширять наше сотрудничество в рамках международных организаций ООН, ОПСЕ, Совет Европы, где эти министры сейчас Азербайджан председательствуют, рассчитывают на тесное сотрудничество и других насторонних фармах. Я весьма благотворен и трогали переговоров. Разрешаю моему коллегу искренне признательны за традиционное достижениества. И спасибо вам.